МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимают прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас, нашей телевизионной аудитории, есть возможность голосовать. Такая же возможность будет и у сидящих в зале. Сегодня наша тема – это часть недавнего прошлого, новейшей истории России. Осень 1993 года. Путь. То есть переворот. Одни считают, что это переворот анти-Ельцинский, анти-Кремлевский, подавленный. Другие, что переворот Ельцинский, Кремлевский, успешный. И те, и другие считают переворот антигосударственным, антидемократическим и даже фашистским. Главный вопрос нашего процесса. События осени 1993 года – это выход из тупика или крах демократического проекта в России. Мы запускаем наше голосование для телеаудитории. Номера телефона вы видите на ваших экранах. Обвинителем на нашем процессе выступает Сергей Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Сторону защиты представляет писатель Леонид Млечин. Сначала я прошу вывести на экран материалы по теме наших слушаний. Прошу. 4 октября 1993 года ровно в 9.20 утра шесть танков Т-80 открыли огонь по Белому дому. 12 выстрелов по зданию Верховного совета знаменовали начало новой истории России. Черный октябрь 1993 года стал кульминацией конституционного кризиса. Основной закон отдавал всю полноту власти съезду народных депутатов и серьезно ограничивал в правах президента. Действовать в тандеме у двух видов власти не получилось. Как считают многие политологи, не последнюю роль в конфликте сыграло противостояние президента Ельцина и председателя Верховного совета Руслана Хасбулатова. В условиях экономического кризиса страна попала в политический тупик. Президент сделал ход первым. 21 сентября Борис Ельцин подписал указ за номером 1400. Документ предписывал Верховному совету и съезду народных депутатов прекратить свою деятельность. Конституционный суд уже на следующий день признал указ неконституционным. Это решение по закону означало конец президентства Ельцина. Сторонники, с которыми президент обсуждал скандальный указ, спустя годы признавались, что в тот момент соответствие Конституции волновало их меньше всего. Основной закон, принятый в Советском Союзе, не отвечал новым реалиям. К тому же не предусматривал процедуры принятия новой Конституции. После объявления президента о подписании указа, к Белому дому стали стягиваться митингующие. До апогея конфликта оставалось чуть меньше двух недель. За это время в городе происходят локальные столкновения защитников Верховного совета с милицией, захват мэрии Москвы, попытка захвата телецентра Останкина. По официальным данным, в те трагические дни погибли 125 человек. По неофициальным – в несколько раз больше. Стоил ли конфликт двух ветвей власти жизни защитников Белого дома? И какой была бы история в случае победы Верховного совета? До начала прений у меня вопрос к Кургиняну и Млечину. Почему до сих пор не стихают страсти по этому поводу? В чем дело? Представляю слово стороне защиты. Леонид Млечин, пожалуйста. Спасибо. Это один из самых страшных, самых трагических, самых печальных эпизодов новейшей истории. Это был момент выбора. Но это был выбор страшный. Выбор, на который пришлось пойти и который закончился трагически. Защита берется доказать, что, к сожалению, закончилось это трагически потому, что общество в немалой степени не захотело осознать, что оно живет новой жизнью. А существовавший в ту пору Верховный совет не понимал реальности. Верховный совет пытался помешать развитию страны. Это была одна сторона дела. А другая состоит в том, что в Белый дом со всей страны сбежались бандиты и в городе начался мятеж. И те кадры, которые мы сейчас видели, эти страшные кадры были в ту пору единственной возможностью остановить гражданскую войну. Но споры об этом будут продолжаться, потому что погибли люди. И это всегда предмет для попытки разобраться, почему это произошло и можно ли было этого избежать. Спасибо, Леонид Михайлович. Пожалуйста, сторона обвинения. Сергей Иванович. Мне кажется, что дело в том, что люди чувствуют какие-то тонкие вибрации происходящих сейчас процессов. И что у них есть какой-то запрос на понимание своей исторической судьбы. Вот там в 1993 году что-то произошло с проектом, с исторической судьбой, с идеалами, с тем, куда дальше двигаться. И люди хотят понять, они-то тогда вышли на какую-то магистральную дорогу или они залетели в какой-нибудь тупик и в этом тупике сейчас сидят. И как из него тогда выбираться? Ну, представьте себе, что в какой-нибудь... призывали всё время к цивилизованной стране и ко всему прочему. Ну, представьте себе, что в какой-нибудь цивилизованной стране стали бы расстреливать, я не знаю, там, в Израиле Кнессет или какой-нибудь там парламент. Просто не договорились друг с другом, выкатили танками по этой штуке. Или говорили всё время, что слеза ребёнка, один человек, это так много, это так важно. Ну, взяли вот так вот, расстреляли сколько-то людей и всё. А главное ещё люди хотят понять, за что? Это была оплата за что? Что такого драгоценного случилось, за что надо было заплатить сотнями человеческих жизней? И растаптыванием только что намечавшегося принципа «право выше всего». Я очень переживал, когда в ГКЧП случилось и всё, что там срывалось во время ГКЧП. Но я думал, ну, они поступили неправовым образом. Ну, хорошо, они будут за это наказаны. Но тут-то, тут-то право было на другой стороне, и возникает вопрос. За что тогда их, и что это означает исторически, и куда нам надо двигаться? Спасибо, Сергей Иванович. Итак, стороны зафиксировали свои позиции. Сейчас мы объявляем короткий перерыв, и после этого приступим к слушаниям. Итак, в эфире Суд Времени. Рассматриваем события осени 1993 года. Переходим к слушаниям по существу. Мой первый вопрос к обеим сторонам. Были ли нужны стране ельцинские реформы? Я предоставляю слово стороне обвинения. Прошу вас, Сергей Иванович. Ваш тезис и вопросы вашему свидетелю, которого вы представляете. Мой тезис заключается в том, что ельцинские реформы – это весьма сомнительное благо, в высшей степени не абсолютное. Но говорят, цель – оправдывать средства. Но цель-то в чем? Это первое. И второе, все-таки мы будем жить всегда по принципу цель – оправдывать средства. И, наконец, третье. А так ли были все эти люди антидемократичные, антиреформистские и все прочее? Я прошу, прежде всего, чтобы вывели на экран показания Руслана Ураановича Хасбулатова, одного из действующих лиц этой истории. Прошу вас доказать со стороны обвинения на экран. Что следовало в этих условиях делать? Надо было, в соответствии с решениями, которые были приняты еще на съезде, созвать круглый стол и добиваться общего согласия. Что мы, собственно, и стали делать. Итогом работы этого круглого стола был уникальный компромисс. Мы достигли согласия о том, как, на каких принципах осуществлять дальше экономическую реформу. Нет, и вдруг разгорается, с президентской стороны раздаются призывы, что вот действующая конституция плохая, ее надо срочно менять. А для того, чтобы менять, видите ли, надо, чтобы Верховный Совет ушел в отставку. Ну, мы говорим, ну, хорошо, если вы хотите перевыборов, то давайте мы будем перебирать, переизбирать власти, и президента переизберем, и парламент переизберем. А так вот, ни с того, ни с сего. В чем провинился-то парламент? Разве он принес вот эти беды к этому периоду, к 93-му году, неисчезлимые? Когда половина населения уже была безработицей, инженеры и учителя копались в помойках, а миллионы детей беспризорники. Я говорю, разве мы не говорили, что эту политику нельзя вести такими методами? Я хочу сразу же предоставить слово первому своему свидетелю, Олегу Германовичу Румянцеву, который в 93-м году был одним из инициаторов конституционной реформы, народным депутатом, членом Верховного Совета РФ, руководителем рабочей группы Конституционной комиссии съезда народных депутатов РСФСР. И скажу от себя, как все, наверное, помнят, абсолютно вменяемым центристским политиком. Несомненно, мы помним Олег Германовичу. Олег, скажите мне, пожалуйста, ну с вашей точки зрения, это, ну вот, во-первых, все-таки цель оправдывает ли средство, и во-вторых, в чем была эта цель, и почему надо было такими методами к ней рваться? Мы совершенно недавно... Я напоминаю еще вопрос, и прошу исходить из этого вопроса, отвечая на вопрос обвинителя. Были ли нужны ельцинские реформы? Это были не ельцинские реформы, это были реформы всего нашего общества, всего нашего народа и всего нашего государства. И мы заявили в Декларации о государственном суверенитете, что мы хотим построить в России демократическое правовое государство. Я абсолютно убежден, что цель, которую преследовали осенью 1993 года, было изъятие самого принципа, конституционного принципа народовластия, а именно практического общественного и парламентского контроля за действиями исполнительной власти, за действиями крупного капитала. Олег Германович, уточняющий вопрос. Если я правильно вас понял, вы считаете, что те реформы, которые производились, были реформами не Ельцина, а в той же или в не меньшей степени Верховного Совета России? Я правильно вас понимаю? Эти реформы осуществлялись в неразрывной связи Верховной власти и народа. Но почему-то весь негатив, который связан с реформами, он ассоциируется с именем президента Ельцина. Я хочу отметить, что если к тому времени стало очевидно, что Гайдаровский курс на радикальный шоковый эксперимент над собственным народом и собственной страной провалился, значит, в демократическом правовом государстве должны быть механизмы изменения этого курса. Но изменению этого курса мешали. В декабре 1992 года на Седьмом съезде был достигнут конституционный компромисс. Ельцин убирает Гайдара и ставит Черномырдина. В ответ съезд назначает референдум по основным принципам конституционного строя. Вот это и был компромисс. Но Ельцин 18 сентября за три дня до оглашения указа восстанавливает Гайдара в качестве фактического председателя правительства, нарушив... Первого вице-премьера. Да, нарушив эту часть компромисса. А вторая часть компромисса была нарушена еще в апреле 1993 года, когда вместо референдума по основам конституционного строя, сплачивающим народ, он назначил референдум по принципам «да-да-нет-да», впервые выпустив политтехнологов. Вперед народа, вперед парламента, вперед избирателей. Спасибо. Страна защиты имеет возможность задать вопрос. Олег Георгиевич, скажите, пожалуйста, а каков же был итог-то этого референдума? Что люди сказали относительно судьбы Верховного Совета, состав которого вы входили тогда? На референдуме не был дан вопрос о необходимости распуска Верховного Совета и необходимости переизбрания Ельцина. На референдуме не был дан ответ на эти два вопроса. Секундочку. Если считать по закону о референдуме Российской Федерации. Олег Георгиевич, может быть, вы меня плохо слышите, я не спрашивал о судьбе Ельцина, я спросил, как избиратели, ваши избиратели, ответили на вопрос о судьбе Верховного Совета на референдуме? Не ответили ли они, что они хотят переизбрания? На референдуме, повторяю, не было дано ответа положительного на эти два вопроса, исходя из принципов, заложенных в законе о референдуме. И вот почему Верховный Совет и Съезд народных депутатов в сентябре 1993 года, я был одним из авторов этого постановления, постановили, что необходимые досрочные, одновременные перевыборы, как Президента, так и Верховного Совета, не позднее февраля 1994 года. Я прошу прощения, документ на экране. Ваша честь, у нас какие-то проблемы со свидетелем. Документ на экране, и здесь на вопрос, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? Большинство высказалось за затрочные перевыборы. Если избиратели проголосовали за перевыборы, отчего же Верховный Совет и Съезд народных депутатов не распустился и не переизбрался? Еще раз повторяю, что вопрос, как считать, на основании закона о референдуме такого большинства не было получено. Вот почему Верховный Совет совершенно смело мог продолжать работать, но политически было понятно, что необходимо вести дело к досрочному одновременному переизбранию. Избиратели проголосовали против переизбрания президента, что вы считали нужным, что он должен быть переизбран? Этот референдум был результатом политтехнологии, я глубоко в этом убежден, этому есть масса доказательств. Извините за выражение, я издал в 10 томах историю создания Конституции, и один из томов посвящен в том числе этому референдуму. Я дорогому Леониду Млечену подарю полный комплект, чтобы он изучил реальные документы. То есть вы считаете, что референдум был фальсифицирован? Безусловно. Спасибо. Итак, если можно, тогда я приглашу свидетелей, Сергей Александрович Филатов, будьте любезны, вы были первым заместителем председателя Верховного Совета, потом работали в президентской администрации. Так что ж, фальсифицированный был референдум-то, оказывается? А мы-то все голосовали, думали, что все в заправду. Да, Сергей Александрович? Скажите, он что-то действительно был фальсифицирован? У вас сведения? Нет, не было фальсифицирован. Но после проведения референдума было решение Конституционного суда не считать юридически правильными результаты этого референдума. И он это... С чем это было связано, это решение? Ну, это было связано, конечно, с одной стороны, что в соответствии с законом о референдуме не было тех цифр, которые должны были быть. А с другой стороны, конечно, это было связано еще и с политической ситуацией. Потому что Конституционный суд, на мой взгляд, в тот период вел себя не совсем адекватно. Вообще началось это все не с указа. Началось это все с того, когда Ельцин объявил о реформах. 2 января 92-го года было объявлено о реформах. И с этого дня началась, в общем-то, война. Седьмой съезд народных депутатов в конец этого года снимают Гайдара. Восьмой съезд народных депутатов пытаются снять Ельцина. 9-й съезд народных депутатов лезет на грани импичмента. 62 голоса не хватило, чтобы объявить ему импичмент. То есть создавалась катастрофическая ситуация нагнетания напряженности между двумя ветвями власти. Значит, на этом съезде, на 9-м, выходит на договоренности с помощью Конституционного суда выйти на референдум, который вам здесь показали. После окончания референдума принимается решение создавать новую Конституцию, потому что в Конституции было двоечтение власти. Ельцин глава государства, высшее должностное лицо, съезд народных депутатов, полномочный, так сказать, властитель судеб в стране. У Ельцина не было возможности объявлять референдум, не было возможности... Ваше время истекло, Сергей Александрович. Леонид Михайлович, прошу прощения. Сторона обвинения будет задавать вопросы свидетельствам? Да, я вам задам. Значит, результатов, как и говорил Румянцев, необходимых до референдума, референдум не дал. Это первое. И второе. Конституционный суд, то есть высший орган, определяющий законность и незаконность, сказал, что этот референдум не имеет конституционной силы. Правильно я вас понял? Правильно, да. Правильно я понял. Теперь, Александр Ильич, скажите, пожалуйста, а почему это всё вот война? Ну вот в Италии они так бодаются, бодаются, там, предположим. Ну у них бывает, что импичмент кому-то задают, или отправляют парламентские кризисы. Почему это надо было считать? А вы вспомните положение в стране, какое было? Из него надо было выходить и быстро. Не считаете ли вы, что это была катастрофа и лично для Ельцина? Для вас это не было катастрофой? Что? То, что происходило. Для меня распад СССР это метафизическая катастрофа, и я считаю, что после этого я живу в одном. Сергей Романтович, распад СССР произошёл раньше, мы сейчас... Поэтому с этого момента для меня катастрофа всё. Не кажется ли вам, что единственной для кого это катастрофой было, это был Ельцин? Для которого то, что политический процесс начал сдвигаться, и что Верховный Совет стал переходить из дужки-милашки, который поддерживал Ельцина, в некую силу, которую стал этому Ельцина не поддерживать, для Ельцина был не нужен. Пока Верховный Совет был за Ельцина, все кличи отстояли с приказами, вся власть с Советом. Потом, против, кажется вам это или нет? Вопрос мне кажется ясен, прошу вас, Сергей Романтович. Нет, хорошо. И, наконец, последнее. Сергей Романтович, вот сейчас, столько лет спустя, у вас в душе не возникло колебаний по поводу технических? Нет. Нет. Спасибо, у меня нет большого. Короткий перерыв, после которого мы продолжим наше слушание. В эфире Суд Времени. Возвращаемся в зал заседания. Главный вопрос нашего процесса. События осени 93-го года. Это выход из тупика или крах демократического проекта в России? Вопрос суда обеим сторонам. Действительно ли действующая конституция тормозила проведение реформ? Слово предоставляется стороне обвинения. Сергей Романович, прошу вас. Мне кажется, что действующая конституция совершенно не тормозила проведение реформ. Перед этим вот заседанием я долго пытался понять, чем она мешала. Что возникло политическое большинство, которое против курса Гайдар. Ну и слава богу, сегодня оно возникло, а завтра оно уйдет. Это политический процесс, это живой нормальный процесс, о котором мы все так тоскуем. Почему на него надо было реагировать, как на какую-то реакцию? Бог знает что. После того, что сказал Сергей Александрович, я даже не хочу говорить о том, было ли это подтасовано. То есть результат референдума. Я не буду говорить о том, как пелось это все. Журчат ручьи, слепятся, кричат скворцы. Да, да, нет, да, да, нет, да. И как под это шли старушки на референдум, так сказать, опускать дрожащими руками все это. Я не хочу даже обращаться снова к каким-то, так сказать, документам и всем прочим. Я хотел бы предоставить слово второму свидетелю моему, доктору юридических наук, Владимиру Семеновичу Овчинскому, который тогда был помощником первого зама министра внутренних дел, потом директором Интерпола, сейчас советником председателя культурного суда. Прошу вас. Прошу вас. Он подробно описал о том, что силовой вариант разгона парламента России и Верховного Совета готовился задолго до референдума, до указа 1400, причем с применением удушающих газов, таких, как потом Норд-Осте были приняты. Дело в том, что... Простите, пожалуйста, я хочу сразу сделать уточняющее замечание, как профессиональный историк. Любые мемуары сами по себе не подтверждают стопроцентно никакого факта. Мемуаристы часто вступают в противоречие друг с другом. Мы знаем очень хорошо биографию политическую Александра Васильевича Коржакова, и поэтому здесь к тем или иным его утверждениям могут быть при всем уважении к нему разнообразные вопросы. Тем не менее, эта позиция есть, и она вами зафиксирована. Есть другие свидетельские показания. Самое главное не в этом. Самое главное в том, что еще был брошен на такая идеологема в обществе, что действующая Конституция – это кусок туалетной бумаги. Сказал это никто иной, как Елена Бонар. И этот тезис был подхвачен всей нашей либеральной общественностью. Я хочу уточнить просто то, что вы сказали в связи с Еленой Георгиевной Бонар. Уточнить и напомнить всем присутствующим. Конечно, выражение резкое, крайне. Но Елена Георгиевна Бонар – вдова академика Сахарова. Имелось в виду, что действовавшая Конституция – советская Конституция, брежневская Конституция. Именно из этого исходила, видимо, Елена Георгиевна, когда употребила столь резкое выражение. Это мое предположение. Николай Карлович, давайте на это предположение только скажем, что ее супруг стоял вот с таким плакатом, и вся эта сторона видела, и говорил «Вся власть советом». Имелись в виду эти советы. Исторически остается у меня. Я могу показать это. Верховный совет соседа. И еще. Зачем мы все? Зачем мы все? Вы просто вспомнили, это все у нас горячо на сердце. Конечно. Зачем мы все крутимся вокруг мемуаров, когда мы занимали политическое положение в то время? И мы знаем, что в марте была первая попытка Ельцинского переворота. Что до октябрьской попытки была марта. И мы все это знаем. Зачем нам коржат... Сергей Риманович, с чем я абсолютно согласен, действительно, зачем мы вертимся вокруг мемуаров, как-то здесь, с обеих сторон, и по правую, и по левую руку от меня, сидят люди, которые активно участвовали на разных сторонах в тех событиях. Теперь наша очередь допросить... Я согласен с этим. Я согласен с этим. Можно минуту для дополнения ответа на то, чтобы мы защищали якобы советскую конституцию? Я еще раз повторяю, была неразрывная связь избирателя и власти, и мы, начиная с 90-го года по 93-й год, инкорпорировали, внедрили в ту самую бывшую советскую конституцию 78-го года все необходимые разделы из проекта конституции о правах человека, о механизмах власти, о федерализме, о разграничении власти по вертикали и по горизонтали. То есть, Олег Германович, вы хотите сказать, что вы предельно обновили... Предельно обновили эту конституцию и приблизили ее к реальность. Предельно обновили. Поэтому нельзя ни в коем случае фальсифицировать этот факт. Это была новая конституция уже демократической России. Спасибо, Олег Германович. Вопросы защиты к свидетелям обвинений. Владимир Сергеевич, я запамятовал, или вы не сказали, вы были помощником заместителя министра кого-то? Абрамов Евгений Александрович. Не Дунаева, который перешел на сторону... Я вас не спрашивал про Дунаевых, у вас, видно, что-то с ним связано, поэтому о нем заговорили, я вас не спрашивал об этом. То есть, вы находились там, в Министерстве внутренних дел, вы были свидетелем, да? Мало того, я вам могу сказать... Извините, вы можете ответить на вопрос? Вы были свидетелем происходивших событий, правильно? Да, там можем без мемуаров, просто из вашего личного опыта. Вы получали, вы, ваши коллеги, ваш начальник, указания из администрации президента, приготовиться к силовому решению вопроса к разгону парламента, к пуску удушающих газов. Вы в Министерстве наставного дела. Нет, конечно, конечно. Я об этом силовом узнал, я и сказал, только из мемуаров Коржакова. Я подчеркнул это. Я прошу прощения, Владимир Сергеевич, могу ли я уточнить ваш ответ? То есть, вы, работая в тот момент в Министерстве внутренних дел, которое и должно было бы исполнять эти указания, не получали таких указаний о силовом решении вопроса, о разгоне парламента, об использовании удушающих газов. А узнали об этом спустя много лет, прочитав интереснейшую книгу господина Коржакова. Абсолютно правильно. Я вас благодарю. Скажите, пожалуйста, вот вы тогда, когда работали, вы чувствовали, что из администрации идет на вас давление, дайте что-то с депутатами сделаем, как-нибудь уничтожим их, придушим. Вы чувствовали это? В коридорах говорили, в буфетах, в МВД. Объясняю вам ситуацию. Мы все были уверены, все в центральном аппарате МВД были уверены, что это закончится мирным путем, путем договоров. И мы были уверены, что даже мысли не было, что это окончится той трагедией, которая это окончилась. И если вы, значит, вообще хотите знать ситуацию, то когда по тревоге в ночь с 3 на 4 октября Виктор Федорович Ерин поднял личный состав центрального аппарата, то в здании... Напомню, что Виктор Федорович Ерин был министром внутренних дел. Да, в здании нажитное пришло далеко не большая часть сотрудников. Я был среди тех, кто пришел, потому что я считал, что моя гражданская обязанность, офицера, сделать все, чтобы как меньше крови, чтобы меньше крови проявилось на улицах Москвы и стране. Спасибо, Вадим Семенович. Спасибо. Ваша честь, позвольте я просто резюмирую с благодарностью, что свидетель подтвердил нашу позицию, что из администрации президента до самого момента не поступало никаких указаний на силовое решение проблемы. Импульсов таких не было, приказов таких не было, и решений таких не было. Спасибо. Свидетель из страны защиты, прошу вас. Сергей Александрович, ну почему же все-таки Ельцин пошел на то, что попросил этот парламент разойтись, объявил новые выборы и предложил новый текст Конституции, который был принят на референдум? Зачем он это все-таки сделал? Давайте мы ответим на этот главный вопрос. Дело в том, что есть одна проблема. В этой Конституции, я уже говорил об этом, значит, она как бы давала твои власти в стране, потому что съезд народных депутатов мог объявить импичмент, у президента не было права распустить парламент. Съезд народных депутатов мог правительство в отставку послать, мог назначить его, у президента такой власти не было. Съезд народных депутатов мог объявить референдум, чего не мог сделать президент. Сергей Александрович, извините, я вас прерываю. А президент хотел захватить единоличную власть? Вот вы с ним работали. Было такое желание? Я сейчас об этом скажу. Было три момента, когда Борис Николаевич подготовил указы, подготовил свои выступления на телевидении для того, чтобы усилить свою, так сказать, власть как президента. И оба раза не получилось. И надо сказать, Конституционный суд сидел уже на страже, когда будет указ нам публикован с тем, чтобы начать процедуру импичмента. Третий раз подписан был указ, но, на мой взгляд, он абсолютно правильно был подписан. Не было предпосылок для того, чтобы создавать такую войну, потому что сделано было довольно цивилизованно. Распускается парламент, объявляются новые выборы парламента. Это нормальная практика, вообще говоря, во многих странах мира, когда напряжение достигает до максимального значения. И выборы снимают, это напряжение. Да, выборы снимают. Последний вопрос скажите. Прошли выборы в Государственную Думу, была принята новая Конституция. Эта новая политическая ситуация превратила президента в диктатора единоличного, который собрал всю свою власть, он добился цели. Можно так сказать? Да нет, конечно. Это могут все свидетели того времени сказать. Конечно, этого не произошло. Благодарю вас в вашей честь. Мы хотели доказать, что Ельцин не преследовал цели стать единоличным диктатором и не стал им. У меня есть уточняющий вопрос. Сергей Александрович, если я вас правильно понял, вы считаете, утверждаете это, в общем, не вы первые это утверждаете, прямо скажем, что реальная власть и возможность принимать серьезные государственные решения были у Верховного Совета и у Съезда, а не у президента. И у президента оказались как бы связаны руки. Я правильно вас понимаю? Конечно. Скажите, пожалуйста, президент мог, тем не менее, то, о чем говорит сторона обвинения, президент мог пойти на переговоры, он мог решить этот вопрос посредством долгих, трудных, но переговоров, а не разгонять Верховный Совет силой. К сожалению, обстановка между руководством Верховного Совета и президентом, она с каждым годом ухудшалась и достигла такой степени недоверия, что, на мой взгляд, я близко был к обоим этим людям, на мой взгляд, было потеряно просто не только человеческое доверие друг к другу, а мне кажется, даже был некий физический страх вообще по отношению друг к другу. Вот в этой ситуации, я много раз разговаривал с Борисом Николаевичем, и когда ему говорил, что давайте позвоним, давайте там договоримся, я больше встречаться не буду. Этот человек постоянно врет, постоянно. То же самое говорил Хазбулат. Ну хорошо, но может быть... В разобрании их суда у нас нет такого. Вот вы говорите, больше встречаться не буду. У нас есть конституционный суд, но у нас нет суда между руководителями... Сергей Александрович, вы говорите, больше встречаться не буду, сказал Борис Николаевичем. Может быть, это, кстати, причиной тому был просто его резкий, горячий характер? Вот не буду и всё, вот будет по-моему. Ну это можно сказать один раз, но когда это повторяется и с месяца в месяц, и ситуация ухудшается, 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 то в общем... Спасибо. Спасибо. Сторона обвинения имеет возможность задать вопрос. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что эта конституция была уже нормальная? Вот так институция после поправок, о которых говорит Олег Румянцев, и вы говорите вместе. Пожалуйста, за исключением того пункта, о котором я сказал. Хорошо, но в целом нормальная, да, такая вот, да? За исключением того пункта, который... Сергей Александрович, скажите, пожалуйста. Потому что именно этот пункт сыграл решающую. Я понял, я понял. Вот об этом говорите, не уточняйте так, как вам нравится. Нет, нет, нет. Как я понял из того, что вы сказали по этому пункту, эта конституция была ближе к парламентской, да? Да, конечно. Правильно? Ну и что плохого? А я еще раз говорю. Не уроновешенность. Ну была она ближе к плохой парламентской. А вам тоталитарный режим, это что президент, единолейственная власть, что парламент единолейственная власть? Нет, парламент, нет. Вы знаете, нет. Подождите, подождите, подождите. Тот парламент, который был у нас, и его структура. Это совсем другое дело. Это не то, что в Англии, в Соединенных Штатах, там или еще где-то. Он вообще не был структурирован у нас, если вы помните. Поэтому, да, поэтому, когда все находится в руках у одной какой-то ветви власти, говорить о разделении властей и говорить вообще о том, что они равноправны в своих, так сказать, в своей деятельности, невозможно. Можно я, поскольку я спрашиваю, я никоим образом вас не хочу сказать. Скажите мне, пожалуйста, ну в парламентской республике тоже есть разделение властей. Я напоминаю, что власть делится на исполнительную, судебную и законодательную. У нас не было разделения власти. Ну нет, предположим, что полнота законодательной власти. Не предположим, мы говорим о фактическом состоянии, Сергей Владимирович. Ну неважно. Хорошо, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы рассказываете мне о том, что это правда, что они не хотят встречаться друг с другом и так далее. Скажите, как вы считаете, это может так быть, что главы государства или ответственные политики, взрослые мужики, ведут себя как дети в песочнице? Я с ним больше встречаться не буду. Вы согласны со мной, что так не должно быть? Конечно. Третий вопрос. Мы все помним, что в марте была первая попытка Ельцина сделать то же самое. Может быть, сидящие здесь это не помнят и общество забыло. Не то же самое, Сергей Владимирович. Ну, пример. Не было разгона парламента. Не было, да. Вместо этого жгли бумаги. Ну, вы помните выступление Зорькина, граждане России, начался переворот. Вы помните это? По телевизору оно шло. Мы все помним. И мы при этом присутствовали. Значит, мы все фиксируем, что октябрь был не первым случаем. И не 21 октября все началось, да? С сентября. С сентября. Началось все в марте. Я сказал, 2 января 92-го года все началось. Правильно, правильно. Значит, мы с вами и здесь согласились. Теперь, остается один вопрос, очень тяжелый. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, эти люди, эти трупы, засыпанные сухим льдом, нужны были для того, чтобы Ельцину развязать руки? О каких трупах, Сергей Иванович? О трупах расстрелянных. О трупах расстрелянных из пушек. Эти трупы, живые трупы людей. Нужны были, чтобы Ельцину развязать руки? Да или нет? Кургинян ставит вопрос так, да или нет. Но он, во-первых, ставит вопрос только последнего дня. Он не говорит о том, что предшествовало этому дню, когда нужно было страну спасать от гражданской войны. А этому дню предшествовала возможность с помощью Патриарха прийти к мирному соглашению. И мы заседали у Патриарха с 1-го числа по 3-е, пока не начались безобразия на Смоленской площади. Так вот, я должен вам сказать, что мы с первыми двумя посланниками Верховного Совета подписали протокол соглашения. Уважаемые коллеги, к сожалению, время завершилось. У вас сейчас будет возможность продолжить разговор. Короткий перерыв, после этого мы вернемся к слушанию. Ну, что возможно, чтобы Сергей Александрович мог договориться. В эфире «Суд времени». Продолжаем слушание по вопросу о выходе из тупика осенью 1993 года. Продолжаем дискуссию. Был вопрос со стороны обвинения Сергея Александровича Филатова, который в тот момент занимал должность руководителя администрации президента Бориса Николаевича Ельцина. Итак, вопрос был, я его повторю. Зачем погибли люди в 1993 году? Не затем ли, чтобы Ельцину развязать руки в управлении страной? Я правильно своими словами изложил? Абсолютно. Значит, в Свято-Данилово монастыре мы подписали первый протокол, который говорил о том, что мы можем после первого этапа, когда разоружится Белый дом, потому что там было оружие. Мы договорились, оружие сдаете, и мы продолжаем нормальные переговоры о том, что делать дальше. Но на следующий день пришла другая делегация, которые уже вновь какие-то другие силы Верховного Света к нам дали. И мы три дня занимались болтологией. И кончилось это тем, что произошло сердечный приступ у патриарха. Нам сообщили, что на Смоленской площади начинаются безобразия. И тогда, когда эти безобразия вылились в вооружённые столкновения в Останкино и во всех других, так сказать, местах, о которых не буду сейчас говорить, мы поняли, что страну надо спасать. Кстати говоря, к вашему варианту, что мы готовили силовой вариант. Когда это всё случилось, армии даже около Москвы не было. Для того, чтобы вызвать армию, нам понадобилось пять часов. Для того, чтобы она появилась в Москве. Я хочу вопрос сейчас задать. Да, имею право. Скажите, пожалуйста, зачем нужно было стрелять из танков? Я ещё раз говорю. Во-первых, из Белого дома вышло накануне 2000 человек. Накануне? Да, накануне это рано утром. Накануне, да. Которых мы попросили выйти. Остались те, кто остался. Если говорить о стрельбе танков, то это были холостые патроны, как вы понимаете. Там были убитые люди? Не надо меня убить. Там были убитые люди или нет? Разговор о 123 убитых. Я тебе ещё раз говорю. Это были холостые патроны для того, чтобы предупредить людей. Так, уважаемые коллеги, мы немножко опережаем события. Вы сразу берёте самые драматичные моменты в этой истории. Сейчас мой вопрос обеим сторонам. Был ли президентский указ под номером 1421 сентября 1993 года единственной возможностью бороться за дальнейшее проведение реформ? Я напомню, что этим приказом фактически был разогнан действовавший Верховный Совет и объявлены новые парламентские выборы. Я предоставляю слово стороне обвинения. Прошу вас, Владимир Владимирович. У меня есть доказательства и очень интересные доказательства. Я хотел бы предоставить слово сначала Александру Нагорному, Александру Алексеевичу Нагорному. Видному публицисту и политологу, который тоже является очевидцем. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, Александр, что, так сказать, вот то, что произошло, так сказать, с этим указом 1400, это было абсолютно необходимо? Нет, конечно, никакой жёсткой необходимости не было. Аморфный Верховный Совет и тем более съезд депутатов не представлял никакой угрозы для существующей власти, с одной стороны. Но существовали и другие мотивировки, почему Кремль использовал вот эти незаконные методы и фактически осуществил конституционный переворот 21 сентября. Потому что по конституции действующей он не имел права распускать Верховный Совет. Все остальные действия Ельцина подпадают под уголовное право. Вы подтверждаете фактически слова вашего оппонента Сергея Александровича Филатова, который говорит, что у Ельцина были в отношениях, в диалоге жестком с Верховным Советом абсолютно связаны руки? Нет, так я не считаю. И де-факто у Ельцина были все возможности. Какие? Я могу сказать. Он практически владел тотальным влиянием на телевидение. Все люди, которые были на телевидении, были фактически его назначенцы. На телевидении принимают законы? Телевидение оказывает воздействие на политическую ситуацию. И де-факто, де-факто, речь шла не о разделении властей, а о приватизации и продолжении вот этой гайдаром. Я у тебя вопрос, короткий. Да. Антон, вы читали лекции, так сказать, от Нижней Кореи до Гарварда. Знаете ми. Скажите, пожалуйста, много ли есть стран, в которых президент не имеет права распустить парламенты, которые нормально живут? Иначе говоря, может ли, так сказать, Барак Обама распустить Конгресс и Сенат? Нет. Не мешает ли это жить американцам? Нет. Не мешает. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, страна защиты, ваши вопросы к обвинению. Свидетелям обвинения. Скажите, будьте любезны. Вы входили в состав Верховного Совета тогда, да? Нет, вы знаете, я не входил в состав Верховного Совета, но я был в экспортном совете Комитета по международным отношениям. И в эти дни вы были там? Я в эти дни был там. Более того, я это, так сказать, наблюдал воочию, потому что... До какого дня вы там находились? Вы знаете, я был все дни, и единственное, что меня спасло, это то, что я ездил ночевать домой, я живу там недалеко, и в день 4 октября я приехал, но уже не мог пройти, и фактически стояли танки, и Альфа вело наступление. На Белый дом. Но вы знаете, меня что больше всего удивило? 3 числа, я перескакиваю вперед, вечером я находился в Верховном Совете, и Софринская бригада перешла на сторону Верховного Совета, и казалось, что вопрос решен. Но потом какие-то, так сказать, сложные махинации, я не знаю, что было, но они ушли, и случилось то, что случилось. Вот те, кто находился тогда в здании Верховного Совета, хотели, чтобы на их сторону переходили воинские части, милицейские подразделения, с целью, что, вести гражданскую войну против другой части общества, да? Нет, вы знаете, вы не правы, дело в том, что... А с какой целью вы хотели, чтобы перешла Софринская бригада? Я просто хочу рассказать, что... Для проведения парадов? С 25-го числа милицейские части внутренних войск окружили, и никому не разрешали ни входить, ни выходить, а было отключено... Выходить можно было всем, милости просим было. Был выключен свет, канализация и так далее. Милости просим было всем, вы выходили каждый день, ходили ночевать домой, правильно? Вас выпускали одного только? Нет, я всегда находил пути, потому что рядом дома, и можно было перепрыгнуть. Значит, не страшная была цель нашего пуска. Но цель была, цель была, и это была позорная вещь, потому что никогда парламент не окружает войсками, и это было сделано по команде... Никогда парламенты не пытаются привлечь на свою сторону воинские части, не требуя, чтобы они изменили присяги и выступили против своих командиров. Во-первых, парламент никого не пытался привлечь. Да неужели? Разве господа Баранников и Дунаев не звонили, не просили, приезжай сюда, товарищи, все на помощь? Вы не слышали этого? Я не был в кабинете Баранникова или еще кого-то. А где вы находились? Расскажите. Знаете, я находился на третьем этаже в Комитете по международным делам. Я также был на том же третьем этаже в кабинете Хасбулатова, и там не было офицеров. Там практически было... Может быть, вы там видели Баркашовцев или Приднестровцев вооруженных, бандитов там нет? Вы знаете, Приднестровцев было 8 человек, а Баркашовцев было человек 25, и они были... Время истекло, к сожалению. Это были бандиты. Я должен сказать, что свидетель мог быть абсолютно не в курсе переговоров Баранникова и Дунаева с кем бы то ни было. Я просто поинтересовался. Приднестровался? Прошу вас, с вашей стороны, представьте своего свидетеля. Сергей Александрович, мы никак с вами не закончим эту беседу. А мы сейчас его допросим в связи с другими обстоятельствами. Можно было обойтись без применения оружия, и если нельзя было, то кто виноват? Когда прошел референдум, то, честно говоря, у нас как будто бы огромный груз валился с плеч, и мы считали, что вот наступило время, когда мы можем вместе вновь пойти на договоренности. И первый шаг, который Ельцин сделал, вот референдум прошел 26-го, а 27-го он собрал губернаторов и представил проект новой конституции. И предложили мы ему это сделать на конституционном совещании с участием огромного количества граждан, и прежде всего, конечно, Верховного Союза и Съезда народных депутатов. На первом заседании мы увидели дикую абструкцию, когда Госбулатов выступил против, фактически Верховный Союз покинул конституционное совещание. И началась, в общем-то... А не потому ли это они сделали, что они просто не хотели расставаться с депутатскими значками, с этими атрибутами власти? Я не далек от этого, честно говоря, но дальше ведь что произошло? 12 июля мы приняли проект новой конституции на конституционном совещании. И очень важно было, чтобы его одобрили на законодательных собраниях, на советах, как говорят, в регионах. Что делает Верховный Союз? Тогда у них была вертикаль, они все советы отпускают, отпускают. И собирают в парламентском центре свои, так сказать, совещания, где публично, под камерами телевидения, начинают публичные оскорбления президента. Вплоть до того, что показывает там Госбулатов, что он этим занимается и так далее, и так далее. То есть обстановку вновь начинают, несмотря на то, что референдум показал хоть общественное мнение, кто на какой стороне находится и о чем болеет народ. То есть референдум все-таки хотел, с вашей точки зрения, избрания нового парламента? Ну, в общем-то, да. Там однозначно совершенно было это сказано. Можно? Можно. И когда мы к осени подошли, мы поняли, по тем законопроектам, которые готовились, по той атмосфере, которая накалялась, что в декабре месяце будет вновь атака на президента, ограничение его полномочий, скорее всего, так мы предполагали. И тогда неминуемо, в общем, новый конфликт. Но это все время мешало главному, понимаете? Ведь главное состояло в том, что мы должны были делать реформы. У нас не было денег, поэтому нам важно было получать кредиты. Чтобы эти кредиты можно было получить, в стране должна быть нормальная атмосфера. И это все клубком вот таким было, и они это понимали. Сергей Александрович, ваше мнение? Можно было еще и еще раз пытаться договариваться? Или нет? Формально нужно было, без всякого сомнения, но фактически это было невозможно. Спасибо. Я предоставляю возможность для заключительного короткого слова по сегодняшнему дню слушаний обеим оппонирующим сторонам. Страна защиты, прошу вас. Я думаю, услышанного сегодня со стороны свидетелей достаточно для того, чтобы представить ту ситуацию. В наследство от несуществовавшего более государства, несуществовавшей более политической системы остался институт, который оказался неуместным. То, что мы называем парламентом, Верховный Совет, или вернее, Съезд народных депутатов, совершенно не соответствовал новой политической системе и не соответствовал тем требованиям, которые предъявляла страна. Это главное. Поэтому, так или иначе, он должен был исчезнуть. Лучше всего, если бы он распустился бы сам, и начались бы новые выборы. Теперь второй вопрос. Результат всего этого. Мы живем сейчас при той системе политической, которая сформировалась в результате того, что Ельцин распустил Верховный Совет и Съезд народных депутатов, провел новые выборы и принял Конституцию. Вот мы живем в этом государстве. По-моему, никто практически не жалуется на эту политическую систему. Никто не говорит, что создалась диктатура, что парламент решил всего. Время. Время, Леонид Николаевич. Осталась какая-то советская система. А как подтвердили все свидетели с двух сторон, вот все свидетели, возник новый парламент, который отвечал всем демократическим нормам. Это первое, в чем убедились все. Второе, в чем убедились все, что он был ближе к парламентской республике, чем к президентской. И Ельцину не хватало полномочий. Ну и что? Ну и что? Мало ли кому не хватает полномочий. Завтра больше полномочий захочет Буш или Шарон и начнут стрелять по своим парламентам. Это разве называется, что мы живем в нормальном обществе? Третье, я совершенно не согласен, что мы живем после этого в нормальной ситуации. Это для Млечина она нормальная. А для меня это ситуация, в которой было сказано, что тот, кто силен, тот и прав. И все поняли это. И что самое страшное, признали и стали играть по этим правилам. И теперь жалуются на рейдерство. А рейдерство, есть часть политического рейдерства, которое совершилось в октябре 93-го года. Тогда дали первый импульт всему этому. А мы пожинаем плоды. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы прекращаем голосование. Тему, посвященную событиям 93-го года, мы продолжим завтра в 21 час. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. Судить историю вы будете вместе с нами. У вас, нашей телевизионной аудитории, есть возможность голосовать. Такая же возможность будет и у сидящих в зале. Сегодня второй день слушаний по теме. Осень 1993-го. Пуч, то есть переворот. Одни считают, что это был переворот анти-Ельцинский, анти-Кремлёвский, подавленный. Другие, что переворот Ельцинский, Кремлёвский, успешный. И те, и другие считают переворот анти-государственным, анти-демократическим и даже фашистским. Главный вопрос нашего процесса. Событие осени 1993-го. Это выход из тупика или крах демократического проекта в России. Мы запускаем наше голосование. Номера телефона вы видите на своих телевизионных экранах. Обвинителем на процессе выступает Сергей Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда, экспериментальный творческий центр. Сторону защиты на нашем процессе представляет писатель Леонид Млечин. Вначале прошу вывести на экран материалы по теме нашего процесса. 4 октября 1993-го года в 9.20 утра 6 танков Т-80 открыли огонь по Белому дому. Это событие стало кульминацией длительного противостояния между Верховным Советом во главе с Русланом Хасбулатовым и первым президентом России Борисом Ельцином. Эта борьба началась задолго до вооруженного столкновения. Появление в России поста президента породило проблему двоевластия. Со времен Советского Союза практически неограниченными полномочиями обладал съезд народных депутатов. Однако социально-экономический кризис, затянувшийся после распада СССР, вынуждал Бориса Ельцина брать всю власть в свои руки. Основным предметом спора двух сторон стали экономические реформы. Сторонники президента выступали за радикальные преобразования. Противники объединились вокруг Верховного Совета, пытаясь если не сохранить, то хотя бы обеспечить мягкий переход от социалистической модели к рыночной. Очевидцы октябрьских событий уверяют, стороны пытались договориться. При посредничестве патриарха Алексея Второго 1 октября 1993 года начались переговоры об урегулировании конфликта. В частности, предлагалось выработать нулевой вариант одновременной перевыбора президента и Верховного Совета. Однако навстречу не приехали ни Ельцин, ни Хасбулатов. На улицах Москвы к тому времени события разворачивались стремительно. Попытка захвата мэрии, телецентра Останкина, снайперы, расстреливающие прохожих. Кто устроил кровавые беспорядки на улицах города, достоверно неизвестно. Обе стороны до сих пор обвиняют друг друга. Кто виноват в произошедшем? Защитники Верховного Совета или сторонники президента? И как события октября 1993 года повлияли на историю России? Первый вопрос к обеим сторонам. Почему попытки мирных переговоров не дали результата? Кто виноват в неудаче? Я предоставляю слово стороне защиты. Прошу вас, Лен. Ваш тезис и ваш свидетель в вопросе к нему. Тотович, можно я попрошу вас ответить на вопрос? Сказать, чем вы занимались в октябрьские дни с 1993 года? Я был начальником Московского городского штаба Родружин, руководителем штаба обороны Моссовета. Скажите, пожалуйста... Как вас зовут, извините, вы не представлены. Анатолий Дмитриевич Цыганов. Анатолий Дмитриевич, а от кого надо было оборонять Моссовет, что не 1941 год? В 3-го числа, когда прошли эти события, когда чётко стало известно о том, что милицейские части были разбиты на Смоленской площади, мы... Милицейские части кем были разбиты? Как кем? Вот, штурмующими людьми. Что самое интересное, это не первая разбитая часть. Потому что первый раз Прудовая Россия совершила налёт на милицию, это на Ленинградском проспекте. Вы посмотрите, это было 1 мая 1992 года. Потом был налёт на штаб Объединённых Вооружённых Сил Стана СНГ. Да кто это сделал? Кто это были эти люди? Это были представители Ельцина, может быть, власти не подарили? Конечно, это опять представители... Были представители Трудовой России, представители Союза Офицеров. Я спрашиваю, потому что она всё время звучит здесь, в этом зале, заседание. Слава о силовом решении со стороны президента. Я уж подумал, может быть, этот президент лично нападал на штаб. Нет? Нет, я такого не считаю. Когда было высказано о том, что якобы было определено налёт на Белый дом, было ещё в сентябре месяце, это совершенно неверно. Дело в том, что мотивация была такая, уйдут, собственно говоря, все депутаты. И что самое интересное, ведь ни один депутат в этих событиях не был не ранен. Ведь погибло 149 человек. А кто это люди были? Кто ж погибли-то в основном? 146 человек погибли. Погибли люди, которые защищали. Простите, уточняю вопрос. 146 человек, это что за цифра? 146 человек, это погибли с обоих сторон. За все дни конфликта? За все дни конфликта. 146 человек? Да. Я вас хотел спросить, вот вы обороняли МСЭД, что это означало, что в городе, в городе хаос, город вышел из-под управления, что было в городе тогда? Я считаю, что 3-4 числа был эпизод гражданской войны. Я получил приказ от Лужкова о том, чтобы арестовать председателя Октябрьского райсовета. Мой председатель Октябрьского райсовета был моим личным другом. Я нашел ему возможность, позвонил ему и сказал, говорю, ну-ка собери свою семью и жать себе на квартиру. Я хотел бы задать уточняющий вопрос свидетелю. На ваш взгляд, почему попытки мирных переговоров не дали никаких результатов? Кто в этом виноват? Если в 1991 году был крах КПСС, и крах КПСС к Белому дому пришли 75% коммунистов, то вот этот был крах не расстрел Белого дому, а смена власти, именно советской власти. И только этим способом Борис Николаевичевич смог снять вот это напряжение. Не этот вопрос. Почему не удались переговоры с участием самых... Сергей Александрович Филатов, может быть вы все-таки сможете ответить на этот вопрос? Это все идет из Белого дома. Не было желания в Белом доме, не было желания договориться. Спасибо. Сергей Иванович, прошу вас, давайте. Скажите, пожалуйста, Анатолий Дмитриевич, я правильно услышал, что вы получили приказ Ушкова арестовать кого? Не арестовать. А что? Вариант был такой. Прекратить деятельность Совета, Октябрьского района Совета. Простите, пожалуйста, какие у вас есть полномочия, как у руководителя народной дружины? Какие полномочия? Если у вас нет полномочий, если бы вы были милиционером, которому отдали приказ, но вы добровольная народная дружина, и вам отдают приказ парализовать действия законно избранной власти, Значит, вы боевик? Вначале я объясняю ситуацию. Когда президентом Ельцину было объявлено чрезвычайное положение... Вы понимаете, что такое чрезвычайное положение? Чрезвычайное положение, я выполняю распоряжение своего мэра. Кто? Вы выполняете? Да, я выполняю. Кто вы такой? Прыщ на ровном месте, народная дружина. Ваша честь, это прямые оскорбления, немыслимые в зале. Сергей Риманович, Сергей Риманович, я предлагаю вам воздержаться от личных оскорблений. Я прошу прощения, но я хочу обратить внимание на то, что это не есть оскорбление, я очень уважаю свидетеля, это образный язык. Я думаю, что вы меня хорошо поняли. Хорошо, хорошо. Итак, я констатирую из этого вопроса, что никаких, понимаете вы, никаких законных оснований у этих людей, и у Ушкова отдавать эти приказы не было. Пошло в разнос. Ситуация прошла в разнос. Следующий вопрос. Может ли она не пойти в разнос, если парализована вся законная действующая система власти? Дело в том, что с 3-го на 4-го числа, как вы знаете, милиция охраняла сама себя, ФСБ охраняла сама себя, и армия охраняла тоже сама себе. И практически... Спасибо, я удовлетворен. И практически... Спасибо, да. Значит, все стали охранять сами себя. Теперь, Николай Владимирович, я говорю, она пошла в разнос с двух сторон. Только что человек вам, очевидец, описал, как именно она пошла в разнос со стороны Ельцина. И не надо говорить, что она шла в разнос со стороны Ельцина. Я была остановлена ровно во времени. Все слышал. Спасибо. Мы объявляем короткий перерыв, после которого мы продолжим слушание, и своего свидетеля представит сторона обвинения. Спасибо. Да, да. Ну, конечно. В эфире «Суд времени». Второй день слушаний по делу о событиях осени 1993 года. Напоминаю, до перерыва мы обсуждали вопрос. Почему попытки мирных переговоров не дали результата? Я предоставляю слово стороне обвинения. Прошу вас. Я хотел бы... Тезис и ваш свидетель. Да. Я хотел бы все-таки только одно доказательство. Разговор Руцкого с Зорькиным в момент расстрела Белого дома. Пожалуйста, доказательство обвинения. Мы живые свидетели. Они нас живыми не оставят. Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека. Пускай звонит в посольство. Пошли сюда. Сотружество независимое государство есть. Пошли сюда, Советно-Субъектно-Федерации. Врет Черномырдин. Врет Елен. Я тебя умоляю, Валера, но ты понимаешь... Там еще дальше сказано... Я продолжаю. Ты же верующий. На тебе же будет крест. Валера, они бьют из пушек, из пушек. Если бы ты увидел. Да не стреляем мы, елки. Вот трубка, тишина. Послушай, тишина. Я привожу только доказательства. Теперь я не хочу ничего к нему говорить. Но вопрос был о неудаче мирных переговоров. Вот. Я говорю о неудаче мирных переговоров. Александр Руцкой, дай ему Бог здоровья, живой, по-моему. Нет, он живой, другие мертвые. Другие мертвые. Все лидеры живые. У нас лидеры Николай Кавлович. Мы помним, как Хазбулатов призывал бомбить Кремль. Неважно. Нет, это важно. Но одни призывали, а другие стреляли. Хорошо. Я хочу говорить не об этом. Все в этот момент пошли в разнос. То, что я сказал, разнос. Абсолютно согласен. Значит, единственный урок. Никогда не парализовывать законную власть. Никогда. И ни при каких основаниях. Никогда больше. И мы увидели, кто ее парализовал. Ее парализовал указ 1400. Теперь я просто хочу коротко спросить одного из моих свидетелей. Михаила Челнокова. Народный депутат России, который первый, так сказать, выразил некие сомнения в политической дееспособности Ельцина. Нет, Сергей Иванович, я отнюдь не выразил сомнения в его дееспособности. Я был первым, кто поднял вопрос о его импичменте. У меня не было сомнений. Отнюдь. Пожалуйста, ваше мнение. Переговоры не удались по одной простой причине. У Ельцина была в жизни только одна цель. Патологическая жажда власти. Ни женщина, ни семья, ни друзья, ни конкретной реформы, ни Россия. Больше ничего. Значит ли это, что Ельцин ушел из Кремля и отдал власть Путину, потому что им овладела безумная неуправляемая жажда власти? Вы очень серьезно передернули вопрос, потому что Ельцин оставался у власти еще 8 лет, которых ему вполне хватило. За это время его жажда власти иссякла. Нет, к этому времени он понял, что его ответственность перед страной будет столь фантастически огромна. И страна может поставить вопрос о его уголовной ответственности из-за расстрела парламента, на котором погибло полторы тысячи человек на самом деле. Я вам говорю реальную цифру, а не 146 человек. Из-за те реформы, которые привели и к обнищанию народа, и к тому, что приватизация дала абсолютно нулевой результат. Спасибо. Я думаю, никому не нужно. Спасибо, Михаил Борисович. Можно я дам вам два коротких разъяснения? Вам. А, разъяснение, прошу вас. Это вам будет одно и неточный интерес. Прошу вас. Так вот я вам говорю, один из самых близких ему людей мне сказал после операции... Ему, смысл Борис Николаевич. Да, Борис Николаевич. Мне сказал, дальше все безнадежное. Я говорю, что он теперь так нездоров? Нет, он потерял свою исключительную жажду власти. Речь, как вы знаете, об этой операции на сердце. Он проснулся уже без нее. Это сказал один из самых близких к нему. И сразу, как известно, после операции, когда он проснулся, он немедленно потребовал указ. Тем не менее, Николай Николаевич, я вам клянусь, что я говорю правду. Я вам верю. Я вам клянусь. Спасибо. Это первое. И второе. Есть постановление конституционного суда, которое признает Ельцина преступником. Спасибо. Вопрос защиты свидетелей страны обвинения. Мы тут слышим массу интересного, полностью не относящегося к существу вопроса, который мы рассматриваем. Будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, вы участвовали в переговорах тогда между Верховным Советом и президентской администрацией? Вы пытались помочь в этом деле, да? Вы всадили в состав делегации? Скажите, пожалуйста, вы намеренно задаете вопрос таким вкратчивым голосом? Я прошу прощения, можно объяснить свидетелю, что он должен ответить на мой вопрос? Если можно, вопрос, вопрос, вопрос корректный. Так вы участвовали или нет в переговорах, я вас спрашиваю? Я не участвовал в переговорах, но вам этого недостаточно, чтобы понять ситуацию. Нет, нет, секундочку. Так нет, я говорю, недостаточно. Вы мне ответили, благодарю вас, благодарю вас. Я участвовал во многих переговорах, комиссиях, на которых присутствовал Ельцин, Хасбулатов и так далее. И в течение этого периода, с 21 сентября до 4 октября, я находился неотлучно в Доме Совета. Я понял, значит, вы не участвовали в этих переговорах, следственно, вы не можете сказать, почему они провалились. Вы сказали, что они провалились по нежеланию от президентской администрации. Но вы же не участвовали в этих переговорах. Да нет, я прекрасно знаю, почему они провалились. Я уже понял. Вы знаете, просто не участвовали в этом году. Вы тоже знаете, хотя там не участвовали. Я задаю вопрос. Я задаю вопрос. Секунду, господа, Леонид Михайлович, на самом деле, я в данном случае считаю, что возражение корректно. То есть для того, чтобы знать причину провала переговоров, не обязательно в них участвовать. Чтобы знать вождя, не надо спать с вождем. Я вам сочувствую, что у вас такие мысли. Нет, это не я сказал, наверное, вы знаете. Хорошо, могу следующий вопрос. Да, прошу вас. Вы сказали, что... Вы назвали цифру убитых большую, да? Вы располагаете для этого документального исследования? Вы проводили расследование или вы сами считали, я прошу прощения? Откуда у вас такие познания? Точная цифра никогда не будет известна. Трупы вывозились на рефрижераторах. Трупы вывозились на баржах. Вы знаете тот факт, что Белый дом горел в течение суток и в него не пускали пожарных. Вам знаком этот факт, уважаемый товарищ писатель? Можно я задам вопрос, да? Вы видели, как вы возили на фридератах? Вы свидетели этого всего? Вы наблюдали? Я свидетель тому, как рядом со мной падали замертво люди. И не один человек. Да, нет, конечно, погибло 147 человек. Не полторы тысячи рядом со мной упали. Но не один, отнюдь. Вот так же, как находились рядом мои коллеги. Ваша честь, можно я задам вопрос? То есть, рассказы о рефрижераторах, все это показания с чужих слов. Верно? Вы сами этого не видели, правда ведь? Ну вот судья вам блестяще ответил. Вы сами тоже много не видели. Благодарю вас. Спасибо. Очень много. Спасибо. Я хочу задать уточняющий вопрос. И хочу его задать Олегу Румянцеву. Погиб ли во время этих событий кто-нибудь из депутатов Верховного Совета? Депутатов погибших не было. По данным московского правительства, московской комиссии, погибло 152 человека. По данным следственной бригады Генеральной прокуратуры, на 24 мая 1994 года, следствие не располагало данными, точными данными, о числе погибших внутри Белого дома. То есть 152, заметьте. При этом Генпрокуратура говорила, что нет данных. Есть очень серьезное основание предполагать, что концы были спрятаны в воду. Михаил Борисович видел. Что их было больше. Что это было много. Я сам видел несколько человек. Когда Рудской разговаривал не с Зорькиным, а с посольствами. Я, в частности, так получилось, знаю венгерский язык. Я звонил венгерскому послу из кабинета Рудского, прячась за столом и поставленной банкеткой. Раздалось несколько снайперских выстрелов. Был ранен конкретно на моих глазах человек, который стоял буквально за мной. Спасибо, Олег Геннадь. Почему не удались переговоры, на Ваш взгляд? Примерно 27-28 сентября по поручению и просьбе Рудского и Хасбулатова, а не зная мои политические связи, мой политический вес, я до последнего времени находился, безусловно, в демократическом лагере, но остался в Верховном Совете и в здании Белого дома, потому что я был против узурпации власти состоявшейся. Они попросили меня... Секундочку, я сейчас дам Вам продолжить. Я Вам задал вопрос, я заинтересован в Вашем ответе. Я просто прошу вывести, у нас есть доказательства суда, синхрон Хасбулатова. Видите ли, Хасбулатова проявила несговорчивость. Никакие попытки с их стороны не было. Ни Ельцин не пытался со мной переговорить, ни Черномыргин. Вот мне звонит Илюша, не говорит, что вот на Ленинском проспекте, в доме переема ждет Ельцин. Я приехал к нему. Весь двор отцеплен огромным количеством охранников Коржакова. Ну, что делать? Я повернулся и ушел. Они тщательно оберегали мои встречи с Ельцином. Прекрасно знаю, что когда мы вдвоем встречаемся, не было вопроса и не было ни одной встречи, когда мы бы не договаривались. То есть, вот те люди, которые вот привели к этому событию, вот этому трагическому, а точнее преступному, так они сознательно толкали этого, в общем-то, нездорового человека, больного человека на принятие вот таких крайних мер. То есть, я не мог с ним переговорить. Я уже, когда получил этот указ, я тут же начал звонить. Соедините меня с ним. Не соединяет. Говорит, не могу соединить, он выехал. Ну, при чем тут выехал, не выехал? У нас же связь-то она круглосуточная, ежеминутная, ежесекундная и так далее. Не соединили. И через час, ровно через час после этого, вся связь была вырублена. Все, полностью. Кто-то, я не знаю, кто не буду там называть фамилии, говорил, да нет, у Хазбулатов была связь всегда. Ну, вот это такая наглая ложь. Вся связь была вырублена. Спасибо. Да, я специально вывел это в эфир, потому что, на мой взгляд, это интересно. И прозвучал, кстати, прозвучал некий новый мотив. Уже не Ельцин, а кто-то из его окружения влияет. Не Сергей Александрович Филов? Я хотел бы сказать, Николай Карлович, что я, в принципе, против демонизации фигуры Ельцина, к огромному сожалению, был очень сильно подвержен влиянию со стороны части своего окружения. Я, как мог, боролся за влияние на Бориса Николаевича до последнего времени, но потом решил остаться с Верховным Союзом и съездом. Николай Карлович, 28 сентября я получил поручение. Ну, ближайшее окружение, это тогда был, наверное, прежде всего генерал Коржаков, я думаю. Поручение и просьбу вице-президента Рудского и спикера парламента Хазбулатова начать серию переговоров. За 28 и 30 сентября мне удалось лично переговорить с Горбачёвым, Зорькиным, Черномырдином, Лобовым, Ерином, Грачёвым, Миграняном, Сатаровым, двумя советниками Ельцина. Сам Ельцин, к сожалению, отказался от встречи. Камчатовым, Илюмжиновым, Патриархом, Олексеем Вторым, Метаполитом Кириллом. Очень много этих людей, были проведены серьезные переговоры, и мне врезалась в память встреча с Лобовым, секретарем Совета Безопасности тогда. Я говорю, Олег Иванович, скажите, будет политическое решение, заметьте, 28-го, 30-го сентября, в один из этих дней. Он берет блокнот и пишет, Олег, увы, политического решения не будет. Это мне пишет один из ближайших человек, и человек, которого я уважал. Спасибо. Это очень важное обстоятельство. Спасибо, Олег Иванович. Переходим к следующему вопросу наших слушаний. Я предлагаю ответить на него обеим сторонам. Кто и зачем спровоцировал кровавые беспорядки в Москве? Пожалуйста, сторона защиты. Могу ли я попросить вывести нам доказательства одной из представленных защиты выступления Илья Хиджакова в те дни по телевидению? Прошу вас доказательства защиты Илья Хиджакова. Убивают наше мирное население, убивают милиционеров, которые должны нас защищать и защищают нас. И они защищают нас не от воров, не от убийц, не от грабителей, не от насильников. Они нас защищают от тех, кто защищает Конституцию. Что же это за проклятая Конституция? А где наша армия? Почему она нас не защищает от этой проклятой Конституции? Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. Благодарю. Мы представили это доказательство, чтобы было понятно, что происходило в тот момент. У нас есть свидетели, очевидцы тех событий. Андрей Морозов, журналист московского комсомольца, в ту пору находился рядом там. Скажите, кто там был в Белом доме? В честь, мне встать или можно? Да, лучше встать. Вы знаете, ситуация заключается в том, что Конституция, конечно, гарантирует власть либо президенту, либо депутатам, либо кому угодно. Но в первую очередь Конституция гарантирует, насколько я понимаю, да, это право гражданина, оно первичное, чем власть президента или власть страны. Одно из моих прав как гражданина, это право доходить до своего рабочего места спокойно. И вы согласны с этим? Наверное, так. Я не задаю вопросы, я задаю их себе. Если меня кто-то лишает моего права на жизнь, в том числе право на работу, право на то, чтобы посмотреть футбол, а страна узнала, я напомню это вам, был замечательный. Помните, эти дни такие были здоровские. Было бабье лето, было тепло, было здорово. Мы ходили в коротких рукавах, кто-то ходил в лес, кто-то... И о том, что происходит в Москве, все узнали, потому что прервали футбольный матч. Кто дал право прервать футбольный матч? Я прошу прощения, вопрос был, кто спровоцировал кровавые беспорядки в Москве? Так вот. Нельзя прервать футбол, нельзя лишать гражданина права на жизнь. Спасибо, Ваше время и стекло. Так, прошу Вас, Ваш вопрос свидетелю со стороны защиты. Пожалуйста, Вы считаете, что, чтобы защитить Ваше право смотреть футбол, и докуда распространяются Ваши права? Вот Ваши права смотреть футбол, какие еще есть права? Кушать бамбургер, пить пиво. Если я правильно понял свидетеля со стороны защиты, который не очень удачно формулировал свою мысль, речь шла о том, что футбол, так же как пить, есть, целоваться, неотъемлемое право человека, да? Его эти права были нарушены. Понятно. Естественно, когда говорят футболе, это вызывает иру. Я хочу зафиксировать и уточнить, что ради того, чтобы его права были восстановлены, нужно было убить людей, убить людей. И я видел своими глазами, как на мосту стояли такие же, жрали пиво, хохотали и говорили, гляди, как хорошо снаряд попал, гляди. И с этого момента... Сергей Иванович, у вас нет никаких оснований подозревать свидетельство о том, что он жрал и смеялся, когда видел, как стреляют. Он сказал, что его право смотреть футбол было нарушено. Абсолютно, да. Это то, что как раз и сказал герой... Это неотъемлемое право человека. И чтобы его восстановить, нужно кинуть ядерное оружие? Этого он не говорил. Мне было страшно. Я пил водку в этот день с третьего на четвертый, потому что мы сидели осажденные в редакции, и никто не мог нас спасти. И поэтому я... Мне было 24 года, и я отслужил советскую армию. Но мне было страшно, потому что меня окружали молодые девчонки, которые работали в это время в газете. И я молился на человека, который применит силу и спасет нас, да? Вы слышали это все своими ушами. Сергей Иванович, ваш следитель, прошу вас. Я хочу, прежде всего, задать вопрос генералу Овчинскому. Владимир Семенович, скажите, пожалуйста, да, но только без всяких измышлений, точно и по факту. Есть ли у вас, как военного человека, обладающего, помимо обычной информации и другой, абсолютные доказательства того, что стреляли нехолостыми? Да или нет? Да, есть. Какие? Приведите. Ваша честь, 5 октября 1993 года руководитель пресс-службы МВД показал руководителям различных подразделений МВД пленку, которую сделала пресс-служба МВД сразу же после ареста депутатов, руководителя Верховного Совета. Она первая вошла еще в горячее здание Белого дома, и я сам видел эту пленку от начала до конца, она где-то минут 45. Они шли по кабинетам, сгоревшим кабинетам, и комментарии были такие. Вот на этом месте стоял сейф, теперь здесь расплавленное пятно металлическое. На этом месте стоял другой сейф, здесь расплавленное пятно. И таких комментариев было где-то по 10 кабинетам. Из этого я делаю выводы, что помимо болванок, о которых говорил Сергей Александрович, стреляли кумулятивными зарядами, которые все выжигали в некоторых кабинетах вместе с людьми. И трупов были, было там не 150, а гораздо больше. Они штабелями лежали, заваленные этим самым льдом на цокольном этаже, в черных пакетах. Которые, это тоже есть на пленке, это говорили сотрудники, которые входили в здание Белого дома после штурма. Я свидетельствую это хоть на Конституции, хоть на Библии в этом зале. Вопрос, Владимир Владимирович. Мой вопрос к вам. Вернемся, отмотаем немножко назад от событий уже 3-4 октября. От стрельбы из танков по Белому дому. Это финальный аккорд, завершающий аккорд. Но меня больше всего интересует, и мы здесь пытаемся ответить на вопрос. Кто начал? Кто первый начал? Кто произвел первый выстрел? Было нападение на Моссовет? Был штурм Останкина? Я это помню как телевизионный журналист. Кто начал? Ваша честь, я хочу свое совершенно четкое убеждение высказать, что весь неконтролируемый процесс насилия начался сразу же после опубликования указа 1400. С какой, с чьей стороны он начал? Со всех сторон. Вот представитель дружины, который начал совершать противоправные действия. Вот тереховцы, которые по своей инициативе захватили штаб СНГ. Вот Рудской, который в безумном состоянии орал бомбить и Кремль. Вот, значит, баркашовцы, которые со свастикой провокаторы вошли в Белый дом, маршировали там. Их фотографировали, а потом эти фотографии передавали в посольство США и говорили, что если не подавите мятеж, что в России будет фашизм. А потом баркашов исчез. И Макашов со своим матом. Это все провокация глубинная была. Макашов со своим матом был в Белом доме? Людей со свастикой запустили специально для того, чтобы они полностью, полностью... Владимир Семенович, кто запустил людей со свастиками? Можно я отвечу на этот вопрос, потому что я был советником Хазбулатова? Нет, и баркашовцы его под автоматами выкинули, чтобы не было ни одного человека... Значит, первый вопрос в данном случае, как свой собственный свидетель. Да, я в данном случае являюсь свидетелем всего. У меня есть избыток информации. Мы все понимаем, первое, что для того, чтобы вести диалог, нужна связь. Как в войсках, как и везде. Связь. Отключить правительственную связь Хазбулатов и Рудской не могли. Отключить правительственную связь, то есть возможность разговаривать, могла только та сторона. Это понятно ребенку. И это сто процентов. А при чем здесь воинские подразделения и боевые отряды? Отвечаю. Все пошло в разнос. Между прочим, есть такое, так называемое, неотменяемое естественное право на восстание. И пошло и поехало. Главное, чего мы не должны добиваться никогда. Что добиваться, чтобы никогда не было. Это чтобы была парализована законная власть. Когда она парализована, изо всех щелей лезут народные дружинники. Баркашова, Рудская. Но лезли. Лезли. Со всех сторон. Спасибо. Это еще не все. Спасибо свидетелю Кургиняну. Нет. Маленький перерыв. Маленький перерыв. Маленький перерыв. Сергей Ирован, сейчас продолжим. Маленький перерыв. В эфире Суд Времени. Мы переходим к обсуждению принципиального вопроса. Как расстрел Белого дома повлиял на ход развития демократии в России? И это последний вопрос в наших слушаниях, посвященных осени 93-го года. Слово стороне защиты. Благодарю вас, ваша честь. Мы, по-моему, очень сильно продвинулись, благодаря свидетелям обвинения, которые рассказали нам о том, что на самом деле из Белого дома по всей Москве распространялись бандиты и мятежники. И таким образом город оказался в состоянии хаоса и мятежа. Я протестую. Ни разу за все это время наша сторона не пыталась извратить сказанное другими. Тут применяется один и тот же мерзкий прием. Я принимаю протест. А прием абсолютно отвратительный. Формулируя свой тезис, не ссылайтесь на оппонирующую сторону. Я переформулирую. Свидетель генерал Лавчинский рассказал нам о Баркашовцах, о Макашовцах и о других людях, которые совершали преступные действия, они исходили из Белого дома. Надеюсь, это никто не отрицает. Вот я и повторяю вслед за свидетелем, что из Белого дома... Но другой свидетель только что сказал о его преступных действиях, которые исходили с другой стороны. Сам о них рассказал. Здесь, сидящий в зале. Никто, никого, свидетель, сидящий здесь, никого не убил и даже никого не арестовал. Таким образом, город находился в ситуации мятежа и начала гражданской войны. Мне тоже неприятно видеть, когда насильник или убийца, ОМОНовцы, знаете, хватают за руки и валят на землю. Это очень неприятно. Но как еще обходиться с преступниками? Другого пути, к сожалению, не было в принципе. Я хотел пригласить еще одного свидетеля. Будьте любезны, скажите нам, пожалуйста... Если можно, представьте свидетеля. Воронин Олег Львович. На тот момент член Полицсовета Объединения Предпринимателей за Новую Россию и Партии Российского Единства и Согласия. Эксперт парламентской группы СМЕНА. И один из членов Российской Социал-Демократической Ассоциации. Хорошо, у вас вопрос, свидетель. Скажите, пожалуйста, в результате тех событий, которые произошли осенью 1993 года, с вашей точки зрения, это что было? Закончилась на этом демократия в стране, больше у нас не было ни парламента, ни выборов, ничего? Я могу сказать только одно. Я провел в Москве с 22 сентября по 3 ноября. И в это же время я был свидетелем крупных... ну, как крупные политики обсуждали нулевое решение. Я говорю о Шахрае и Явлинском и так далее. Мы должны уточнить с вами, уважаемая защита, что нулевое решение или нулевой вариант, о котором говорит сейчас свидетель, это вариант, связанный с одновременными выборами Верховного Совета и Президента. Совершенно верно. Так вот, теперь конкретно о том, что происходило в Москве 2-го числа. Я провел весь день на Смоленской площади, в районе Белого дома и так далее, и я скажу однозначно, это было царство Охлоса. Практически на Смоленской и вокруг нее бушевала неуправляемая толпа, направляемая личностями типа Анпилова, которого я рядом видел постоянно. То, что совершил Борис Николаевич Ельцин 3-го, 4-го числа, это было абсолютно правильно. Власть нельзя трогать руками. Спасибо. Позиция ясна. Вот они его тронули и получились. Позиция ясна, Олег Львович, спасибо. Прошу вас, сторона обвинения, получите свидетеля защиты, задавайте вопрос. Мне как-то нёвка, потому что тезис «власть нельзя трогать руками» – это демократическая установка. Я не сторонник того понимания, которое выражается в формуле «пусть рухнет весь мир, но торжествует правосудие». А какого понимания вы сторонник? Я ещё раз повторяю, то, что происходило 4-го, 3-го, 4-го числа, нас избавило от серьёзной гражданской войны. Вы настаиваете на своём тезисе, что власть нельзя трогать руками. Я ещё раз повторяю, я не сторонник тезиса «пусть рухнет весь мир, но восторжествует правосудие». Вы настаиваете на том, что вы сказали, да или нет. Так, так как я, точно в этот же день сказал Григорий Алексеевич Явлинский, выступающий до этого за новое решение. Спасибо, я удовлетворён. А после этого... Спасибо, я удовлетворён. Да, мы очень удовлетворены. Сергей Ирландович, поясните мне смысл вашего вопроса, свидетелю. Я вам объясняю. Я вижу наглядный пример того, как две оппозиции, как две оппозиции. Не мешайте нам смотреть футбол, и власть нельзя трогать руками. Увели нас с дороги свободы, демократии и подлинного европейского права на страшную коленю. Всё, я понял вас, спасибо. Вы ответили на мой вопрос. Страшную. Прошу вас, прошу вас, ваши свидетели, ваши вопросы. Хорошо. Пожалуйста. Олег, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, вопрос о том, что происходит после того, как власть парализована, вот если после того, как выпущен неконституционный указ, как решается с европейской, законной, правовой точки зрения? Вот в момент, когда парализована власть, что происходит дальше? Произошла ситуация, когда верховная власть в лице президента Ельцина и его администрации не подчинилась решению высшего судебного органа в области конституционного правосудия, а именно конституционного суда. И не нашлось правоприменительной силы, которая бы обязала их, этих граждан, выполнять решение конституционного суда. Это первое. Когда это происходит, когда видят, что власть игнорирует законные решения, возникает вот то, о чем говорил Сергей Иванович уже упоминал. Это естественное право народа на сопротивление узурпации власти. Если есть узурпация власти, испокон веков реализовывалось это естественное право. И тогда отсюда и появляются вот эти самые неправовые действия. Охлос, околократия, власть, толпы. Но, кстати, перестаньте назвать бандитами тех, кто был в Белом доме. Если бы здесь были их родственники, их сироты, их жены, оставшиеся без кормильцев, я думаю, они бы с вами отдельно поговорили. Потому что эти люди пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы от сопротивляться этой узурпации власти и восстановить конституционный порядок в стране. Я думаю, сторона защиты имела в виду не всех, конечно, кто был в Белом доме, а тех, кто напоминал бандитов. То есть упомянутых, я не буду снова называть эти организации имена. Это невозможно. У меня вопрос. Чем закончились события 93-го года, октября? К чему они привели? Секундочку, я закончу. Вот что мы получили. Да, там стрельба, холостыми, не холостыми, боевыми, не боевыми, погибло 150 или 1500, не знаем. Плохо, в любом случае. Один человек погиб, очень плохо. Что мы после этого получили? Мы получили выборы. Мы получили Думу совсем не ельцинскую, как мы помним. Уж совсем не ельцинскую. Мы получили новую конституцию, по которой до сих пор живем. И президента, непопулярного, совсем через несколько лет ушедшего от власти. Добровольно ее оставившего. Через много лет. Я вам объясню. Через 7 лет. Да. Результат. Николай Николаевич, я очень коротко подытожу. Мы получили симулякор выборов. Выборы, не имеющие смысла. Мы получили... В каком смысле не имеющие смысла? Потому что они не имеют смысла. Потому что будет всегда такой результат, который задан политтехнологам. Тогда? Тогда? Конечно. Тогда Кремль проводил выборы, а победили ЛДПР и КПСС. Николай, это очень важно. Мы верили в конституционный строй. Мы получили фальсификацию. Мы получили некую обманку. Когда крупная собственность, по сути дела, расхищена. Это произошло в результате узурпации власти в середине 90-х годов. И об этом Леонид Млечен не хочет говорить. А это, наверное, и было главным заказом произошедшего осенью 93-го года несчастья. Спасибо. Ваша позиция ясна. Сторона защиты вопрос свидетелю. Стороны обвинения. Регионович, вырывается из Белого дома, толпали захватывают одно из зданий Моссовета, потом пытаются захватить останки на телецентр. Гибнут при этом офицеры. Как вы считаете, если происходит совершенно бандитское проявление, мятеж, власть должна, ну как, спокойно относиться? Ну что же, это законное выражение народа, свое недовольство? Или подавить все-таки этот мятеж? Уважаемый Леонид, к тому власть, эта власть была не зложена решением съезда и конституционного суда. Это была уже незаконная власть. Прошедшая власть. А законные были те, которые захватили останки на Моссовете. Вот это была законная власть. Не было бы, если бы были восприняты как указания к действиям решения законного 10-го внеочередного съезда. Я уже упоминал, 24 сентября постановление о нулевом варианте, о досрочных одновременных перевыборах. Не так, как Ельцин решил 21 сентября, чтобы только парламент был не зложен и он переизбирался. Обе стороны, чтобы были переизбраны. Если бы 24 сентября это постановление о нулевом варианте было принято как руководство к действию, то тогда не было бы вот этих самых спровоцированных выходов чиновников. Еще вопросы, еще вопросы. Моевиков, извини. Нет, а вот можно мне задать вопрос? Вот Сергей Александрович хотел задать вопрос Олегу Германовичу Румянцеву. Против всех функциональных правил нашего суда, прошу вас. На каком основании, скажите мне, пожалуйста, 100 народных депутатов? Одну минуточку. На каком основании 100 народных депутатов, в том числе и я, были лишены депутатского права перед началом 10-го съезда народных депутатов? Сергей Александрович, как депутат, член Верховного Совета, отвечу вам. К сожалению, ваша сторона, начиная с лета, поставила в невыносимые условия давления. Все понятно, все, 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 уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо. Сергей Александрович, спасибо. Вы все время оперируете Конституционный суд, вы оперируете Съезд народных депутатов. Депутатские коллеги, вы ходите по кругу. Я вам говорю, решения депутатского корпуса были далеки от идеальных, я с вами согласен. Но нельзя было загонять в угол этот депутатский корпус. Это вам не крышно. Сергей Александрович, Олег Германович. Это все народные избранные органы. Я чувствую, как я опять погружаюсь в 93-й год. Я тоже чувствую, давайте это прекратим. Я тоже чувствую. Спасибо. Спасибо. Мы подошли к финалу нашего обсуждения, наших слушаний. Я предоставляю возможность произнести короткое заключительное слово стороне обвинения. Прошу вас, Сергей Иванович. Мне кажется, что мы уже во всем разобрались. Мы разобрались... Вам так кажется? Да, мне так кажется. Я же не говорю, что я уверен в этом, и что я знаю, если в последней инстанции. Мне так кажется. Я не знаю, как так кажется другим. Но я для себя в чем-то еще раз разобрался. Я разобрал себя первое в том, что указ 1400 абсолютно незаконен. Что он парализовал власть. Что после паралича власти с двух сторон началось все, что угодно. Но поскольку паралич организовал указ 1400, то именно он это все начал. А потом произошло следующее. Вот вы вместе с вами играем в шахматы. И вводим фигуры. И вдруг я наконец начинаю выигрывать. Вы для меня тут чисто фигуральное лицо, да? Я начинаю выигрывать. Вы хотите сказать, что я вас ударил доской по голове? Да, доской по голове и говорите, давайте следующую партию. Что такое я буду делать? Я буду ее играть? Ко мне приходили люди, которые говорили мне, что я должен избираться от КПРФ. Я не пойду после блуда, я буду устраивать блуд на крови. Они убрали из игры всех главных политических игроков, которые не устраивали. И после этого начали демократию. Правовой нигилизм чудовищный. Мы зашли в тупик. И выбираться из него надо любой ценой. Но главное, не допустить снова того же самого. Вы думаете, это невозможно? Вы не чувствуете, что это может случиться в любой момент? А это может случиться. И урок, который мы должны из этого извлечь, никогда снова. Никогда снова. Спасибо, Сергей Иванович. Прошу вас. Я страшно благодарен Олегу Румянцеву, который сказал, что... У вас вообще какие-то нежные отношения. Да, и это замечательно, помогает нам разобраться. Который объяснил, почему 100 депутатов в нарушении всех законов, в нарушении всех законов были лишены депутатских мандалов. Сказал, невыносимое положение вы нас поставили. И поэтому мы пошли на нарушение закона. Правильно, невыносимое положение было создано в ту ситуацию. Единственным вариантом было распуст того института, который сам нарушал закон. Который, конечно, уже не соответствовал совершенно жизни нашего общества. Ничего страшного бы не случилось. Распустили Верховный Совет, разошлись, провели новые выборы, обрели новый парламент. И ничего страшного не произошло. И если бы вверх туда, в здание не стали собираться бандиты, которым часть оставшихся депутатов покровительствовали. Они подняли митяж в городе, который был подавлен. И страшно, и страшно сейчас вспоминать, как он был подавлен. Но началось все с поведения Верховного Совета. Благодарю вас. Спасибо. Теперь я объявляю закрытым голосованием нашей телевизионной аудитории. И мы начинаем голосование в зале. Вопрос для голосования. Что такое октябрь 93-го года? Выход из тупика? Или крах демократического проекта в России? Выведите на экран результат. Итак. Согласно мнению нашего зала, за выход из тупика, за то, что 93-й год, события октября 93-го явились выходом из тупика, проголосовали 33% нашего зала. И за то, что это был крак демократического проекта, проголосовали 67% сидящих в зале. Сейчас краткий перерыв, после которого будут объявлены результаты голосования нашей телевизионной аудитории. Что я думаю по поводу темы, которую мы сейчас обсуждали? Я думаю, что на нынешнее наше восприятие событий октября 93-го года очень сильно повлияла позднейшая непопулярность президента Ельцина и 90-х годов вообще. Непопулярность, связанная частично с объективными причинами, а частично подогретая в 2000-е годы. Тогда, осенью 93-го года, была совершена масса ошибок, грубых ошибок, драматических, иногда трагических ошибок. Но если бы президент Ельцин тогда не пошел на решительные действия, я боюсь, что мы бы получили гражданскую войну и развал России. Это мое личное мнение. Теперь результаты телевизионного голосования. Результаты голосования страны вы видите на экранах.